Ах, угадай правильно. Кто-то хочет, чтобы мы оказались за ней в двадцать первом столетии? Так вот, насчет православной методологии, графа точка к точке толска. Плыться. Наука никогда в этом смысле не посягала на Бога, если это была серьезная наука. Если отдельные жрецы науки это делали, то на свой страх и риск и всего исторической ограниченности. Эйнштейн говорил, что со стороны Бога некрасиво бросать кости каждый раз, нечто определяя. Но он почему это говорил? Потому что считал, что Бог не бросает эти кости. Ибо он единствует истины, справедливости и красоты. Он не говорил, что Бог в принципе, если ему захочется, не может и кости побросать. Все он может. Ведь неисповедимы пути и так далее. Вульгарнейший артеизм, действуя с определенными целями, мог подбрасывать малообразованным людям. Вам говорили, что Бог на облаке? А там самолеты летают, а Бога нет. Может быть, Лоргус хочет подобную чушь выгодить за позицию науки? Борис Викторович Рюшеньбах крупный ученый и вполне верующий человек. С его статьей «Четырехмерное пространство», опубликованной в сборнике «Пристрастия», издательства «Граф», 2000 год, каждый может ознакомиться самостоятельно. Вначале Рюшеньбах вводит «Четырехмерность» просто как существование, наряду с обычными тремя пространственными измерениями четвертого. И оговаривает, что, когда теория относительности только появилась, за это новое четвертое измерение принимали время. Далее Рюшеньбах пишет о том, что есть значительно более сложное «четырехмерное пространство», где четвертой координатой является не время, что себе легко представить, а то же пространственная координата, что представить себе немыслимо. И указывает, что методы изображения этой немыслимой ситуации, если есть четвертое пространственное измерение, то любая мистика допустима, давно были выработаны в русской иконописной школе. Рюшеньбах размышляет о последствиях возрожденческого отказа от свойственных средневековому искусству приемов. О том, что художники возрождения границу между миром видимым и невидимым стали показывать изображением облаков. Но ведь Рюшеньбах понимает, что границу между миром видимым и невидимым просто стали показывать по-другому. То есть, что облака в искусстве возрождения – это все то же введение немыслимой пространственной четырехмерности. Он считает эту инновацию неудачной, не будем спорить. Подчеркнем лишь, что обсуждение удачности и неудачности методов Показы пространственно-немыслимой четырехмерности лишь подтверждают, что речь идет именно о показе этой немыслимой четырехмерности, а не о чем-то другом. Но наука на своем языке осваивает пространство с немыслимой четырехмерностью, а также большим количеством собственно-пространственных измерений, что совсем немыслимо. При этом речь идет это особо важно не об абстрактных математических немерных пространствах, а о пространствах физических, квантовых и космологических прежде всего, о чем мы поговорим ниже. Наука и религия конкурируют друг с другом в том, что касается понимания сверхсложности подобной реальности. Такая конкуренция не носит антагонистического характера. Как поведет себя религия в этой ситуации? Любая ее попытка отказаться от конкуренции и кооперации с наукой в вопросе о сложности и сверхсложности приведет к тому, что пальма первенства перейдет к науке. Религия же останется пропись «элементарщина». Но в этом случае религия проиграет. Так что такое так и церкви на науку? Графа точка к точке Толстой, как православный методолог девятнадцатого столетия, показывает, что это ерис. Это посягательство на Бога. На его прерогативы, на всевозможности вседержителя. В чем изъян его методологических построений? И есть ли этот изъян? Православный методолог двадцать первого века Алоргус прекрасно понимает, что, с методологической точки зрения, изъяна нет. Существует система, религиозная или иная? Существует информация, отвечающая критериям достоверности, экспериментальный результат это называется, верификация и так далее. Как может система не интегрировать в себя информацию? Данные науки, любые другие данные о мире, имеющие статус достоверности, при том, что достоверность всегда относительна? Если система этого не может, то одно из двух. Или система плохо построена, или, или на самом деле она это может, но ей мешают, чтобы развалить ее, сам Див на пустом месте пустой и бесперспективный конфликт между системой информации. На Алоргус немблангенов. Они живет, согласитесь, несколько позже. И замахивается на нечто большее. Если бы он замахивался только на теорию эволюции, я не стал бы столь подробно это обсуждать. Но он замахивается на теорию развития вообще. А поскольку ему мало замахивается на теорию с позицию чистой веры, он слишком хорошо понимает, чем это чревато, то он берет союзники, чуть не сказав подельники, методологию теории систем. Мол, теория развития была хороша, пока не возникла теория систем. Это классический игровой прием. Он же политический заход. Управляемый конфликт, так сказать. Манипуляция, она же разводка. Вы хотите атаковать науку. Вы ее делите на своих методологов-системщиков и чужих сторонников теории развития. Потом свои должны съесть чужих. А вы стоять, уперши руки в боки и похихикивать. Чужими руками жар загребать. Конфликт теории системы теории развития? Не понял. Ну, гадом буду, не понял. Я не выпускник психфаком ГУ. Я кандидат физико-математических наук. Защищался в советскую эпоху, когда это каля что-то значило. Защищался как раз по уравнениям, описывающим устойчивость систем, исходным вопросом. У меня есть работа и по теории систем, и по распознаванию образов, и по обратным задачам. Я в политологии непрерывно применяю теорию систем. Ну, так вот, я не знаю ни одного профессионала, который осмелится сказать, что теория систем опровергает теорию развития. А у Алоргуса сказано именно это. Я не по реферативным выжимкам, данным Эммироновой, сажу. Я Алоргуса сам внимательно прочитал. И мне его методологический прием ясен. Берем некие научные дисциплины, например, дисциплину КС и дисциплину Я, сталкиваем их с научной же дисциплиной С, потом организуем проигрыш дисциплины с дисциплиной МКС и Я, а потом почищаем все с помощью религии. Алоргус делает буквально это. Дисциплина КС методология. Дисциплина Я, основной союзник Алоргуса, теория систем. А дисциплина, которую надо разгромить, теория развития. Вся теория развития целиком, понимаете? Осуществляя такой методологический прием, надо ждать методологического же ответа. И не только от графа А.К. Толстого. В ожидании методологического ответа надо ознакомиться с теорией систем. Я не знаю, в какой мере Алоргус является специалистом по методологии. Судя по тому, как он ей пользуется, тут есть вопросы. Но он психолог, методология близка к психологии мышления, все может быть. В конце концов, методология — это сфера гуманитарного знания. И в силу специфики знаний у нее есть свое, достаточно размытое, представление о строгости. Но с теорией до систем все иначе. Это математическая дисциплина. Там есть иное представление о строгости. Есть алгоритмы и аппарат. Есть круг авторитетов. Этот круг вполне опозрим. И я отвергно говорю, что сталкивать теорию развития и теорию систем может только человек, который в теории систем не понимает ничего. То есть ничего вообще за пределами модных сегодня ужимок. Я, мол, системщик. Теория развития и теория систем не могут противостоять друг другу в принципе с методологической, а таки, точки зрения.